ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас только начали артисты давать концерты, и в последнее время действительно все очень изменилось. Как повлияла пандемия за последние месяцы на работу вашего агентства? Мы говорим конкретно про мое агентство, мы говорим вообще о сфере event-агентств. Потому что если мы говорим о сфере вообще, то пострадала она целиком, не только о концертной агентстве или агентства, которые занимаются прокатом артистов. Я думаю, что мы все запомним 11 марта 2020 года, потому что, конечно, никто к этому не был готов. Стагнация сильнейшая, скажем так, весь сегмент нашего направления, жесткой стагнации. Очень много моментов, которые, к сожалению, мы не были готовы к таким аспектам. Больше всего пострадали, конечно, те агентства, у которых были концерты на близкие даты, к моменту объявления пандемии, у которых была, ну, скажем так, проплощена полностью сумма гонораров артистов. Особенно если это зарубежные, да, европейские артисты. Есть такой концерт, который вот перенесен на октябрь. Конечно, все происходило в каком-то состоянии паники. Сначала где-то артисты не понимали, что это будет затянуто. Я где-то психологически была готова, что все начнется, ну, наверное, с самой последней, там, с самого конца осени. Но мне кажется, что мы должны рассчитывать на 2021 год. Какие потери и убытки понесла ваша компания? Пришлось ли уголить сотрудников? Смотрите, что касается моей компании, наверное, мне здесь немножко повезло, потому что у меня на март не было запланировано крупных мероприятий, кроме одного. Но это мероприятие в филармонии, оно недорогое. И, в общем-то, я не столкнулась с таким моментом. То есть артиста ждали, он у нас в стране уже второй раз. Цены были недорогие, поэтому люди все вошли в положение. Очень мало билетов обратно было возвращено. Но если говорить о других компаниях, то я знаю и общалась со своими коллегами. Конечно, те, у кого были крупные мероприятия, практически проданные залы на 70-80, а то и 90%, где цены были гораздо дороже. Люди в момент вот этого кризиса, конечно, возвращали деньги обратно за билеты. И сейчас очень осторожно относятся к приобретению билетов на мероприятия, которые даже запланированы на зиму, на осень. Ангелина, была ли оказана какая-либо поддержка со стороны правительства? Мы в Ассоциации концертных агентств написали петицию, указали на некоторые аспекты, которые очень сильно повлекли за собой определенные проблемы в нашей сфере. Мы предложили даже несколько пунктов, мы встретились, мы провели действительно переговоры, посвятовали все возможные варианты решения. Вплоть до того, что мы, наверное, единственная страна, которая имеет 20% НДС на продажу билетов. Мы просили хотя бы как в Украине, в России это 5%, то есть нас пока не услышали. Есть, конечно, накопившиеся моменты и по налоговой политике, которые, к сожалению, если даже говорить про мою компанию, у меня идет пеня за невыплаченный НДС. Не услышали нас пока, но мы надеемся, что все-таки... Мы еще раз повторим это письмо, и мы надеемся, что все-таки ряд предложенных нами же концертными агентствами мер будут услышаны. Каким-то образом поможет нам всем, потому что я уверена, что стагнация продлится до 2021 года. У многих концертных агентств, занимающихся, помимо того, что везут артистов, занимаются и арендное оборудование для всех мероприятий и по всей стране и так далее, есть кредиты, нет никаких налоговых отсрочек нам не дали, никаких отсрочек по кредиту, это уже, понятно, экономические агенты. На сегодняшний момент мы не подстрахованы даже тем, что у нас в законодательстве, вы знаете, что нет фосмажора, хотя данная сфера, это четко мы попали под фосмажор, но, к сожалению, увы, мы даже обязаны выплатить все деньги людям, которые требуют возврат денег за билеты. А в тех случаях, когда артисту был оплачен весь гонорар, это были близкие мероприятия, которые были в марте, в апреле, то есть по-любому, с каждым артистом практически это за 2-3 недели до вылета и концерта полностью оплачивается гонорар. К сожалению, этим организаторам пришлось выкручиваться только личными средствами и возвращать людям деньги. Как вы рассматриваете такой вариант, как онлайн-концерты? Ой, мы пробовали. И как? Коллеги мы не пробовали, но с экономической точки зрения это неинтересно. Сейчас интернет и возможность посмотреть любой концерт бесплатно, никто на это не покупает билеты. В общем-то, это неинтересная, скажем так, сфера для людей. Они могут все, что они хотят, на сегодняшний момент посмотреть в интернете. Платить за это пока у нас не готовы. Можете ли вы сказать, что пришлось переквалифицироваться? Если да, то как? Ну, лично, что касается меня, у меня есть еще одно направление, мое любимое. Мы занимаемся, здесь у меня есть партнер, мы делаем замечательный республиканский проект «Сила танца детям в дорогу». Конечно, он находился под огромнейшим серьезным срывом в этом году. Хотя, несмотря на то, что огромное количество детей по всей республике готовились к этому мероприятию, к этому кастингу, вот здесь нам, да, здесь удалось получить поддержку крупных организаций, в том числе и Россотрудничество, которые, да, вот, помогли нам это организовать все-таки не остановиться. Потому что этот проект было бы очень жалко останавливать период пандемии. Это дети, это вся республика, готовящиеся дети, мечтающие дети, это телевизионный проект, и мы, в общем-то, этим готовы, мы этим довольны. Поэтому, скажем так, лично я, мне есть чем заниматься, и это прекрасный проект. Понятно, что мы проходим определенные трудности, мы все меняем под пандемию. То есть, если мы в прошлом году делали кастинг 1200 детей вживую, то сейчас мы это делаем. Делали онлайн или выезжали по местам, смотрели коллективы небольшими группами, смотрели детей. То есть, мы не смогли всех детей республики пригласить на кастинги. И, конечно же, к нам не попали в этом году дети из Приднестровья. А концерты я психологически и морально себя настроила на 2021 год. Все, конечно, артисты без проблем, с кем были договоренности, и концерты еще не были объявлены, там, конечно, проще. Потому что мои коллеги, они мало того, что были крупные мероприятия объявлены, так еще и практически на 100% проданы, им, конечно, сложнее. Меня все-таки миловал. Мои концерты будут перенесены на 2021 год. Единственный концерт, это «Слава Сэг», который мы перенесли на 20 октября. Но, опять-таки, я понимаю, что он не состоится, я не летаю в облаках. А как вы рассматриваете на мероприятия, но в ограниченном количестве людей? То есть, это до 50 человек и соблюдение всех мер. С нашими артистами? Да. С нашими артистами, ну, я не могу сказать, что я большой специалист в организации концертов с местными звездами, да. У нас настолько маленькая страна, что все друг друга знают. У нас сами артисты сами и организовывают. Может быть, когда-то и придут к тому, что нужно обращаться к профессиональным организаторам. Но пока у нас тенденция, мы все делаем сами. Поэтому они сами зарабатывают в данной ситуации, чтобы выжить. И вы знаете, что у нас артисты катаются и на свадьбы, и на все праздники. Скажем так, сейчас выживает каждый, кто как может. Арендовать большие залы не имеет смысла. К нашим артистам, конечно, скажем так, продажа билетов на наших местных артистов, она всегда у нас в стране хромала. Скажем так. А на сколько ниже, вот приблизительно? Ну, опять-таки, смотря какие артисты, да. У нас есть такие группы уже с мировой известностью, есть артисты с мировой известностью, на которых, да, продаются билеты. Это Дан Балан, Наталья Гордиенко, Сдубль, Сдубль, Сдубль. Это артисты, которые, они всегда продавались и будут продаваться. А если мы говорим про, у них, естественно, свой продакшен, они занимаются сами и не нужны организаторы. Мы представляем интересы зарубежных артистов, да, то есть исполняем их райдеры, делаем кассовые концерты, как они хотят. Да, исполняем, скажем так, все условия наших контрактов и договоренности, и обязательства на себя берем. Да и, по сути, все риски на нас. Артиста не рискует, то есть рискуем полностью мы, прокатчики, которые по каким-то определенным причинам принимают решение привести того или иного артиста. То есть я всегда прислушиваюсь к своей интуиции и непосредственно к тому, что я люблю, я не вожу артистов, потому что это модно. Или я в основном вожу артистов, тех, которых я понимаю, с которыми общаюсь, с которыми на одной волне. Поэтому у меня, наверное, и нет таких данных, на данный период проблем, да, с которыми я не смогла бы договориться или перенести даты на гораздо позднее. У меня не берут штрафных санкций. Да сейчас артисты, на самом деле, в такой же сложной ситуации, и зарубежные артисты, они все прекрасно понимают. Поменены все туры, и поменены туры и мировых звезд, вы это прекрасно понимаете, все сдвигается. Все пока на сегодняшний момент висит в очень подвешенном состоянии, потому что как только это все закончится, скажем так, весь этот дикий ужас, первым делом, конечно, будут объявлены даты концертов. Это про любого артиста, которые уже были объявлены, которые выходили в продажу в любом городе, в любой стране, будь то на Украине, в России. То есть если артист уже вошел в продажу, но концерт отменен на неизвестный период, естественно, первым делом, когда откроется все это мероприятие, будут организованы концерты, которые были в продаже. В любом случае, мне кажется, анализируя вообще весь этот рынок, что очень долго сами потребители концертных услуг будут еще в таком шатком состоянии, потому что ни для кого не секрет, экономически подорвана не одна семья, скажем так, да, и люди научились сначала, скажем так, тратить деньги на первостепенные вещи. Концерты сейчас далеко не первостепенная вещь, и поэтому здесь важно не ошибиться, с кого, как говорится, начать. У меня уже есть договоренности на 2021 год, я пока не буду говорить, кто это. Но так как мы работали, так как мы жили, этого уже не будет никогда. Понятно, что интерес к определенным артистам полностью изменится, будут востребованы совершенно другие артисты. Это уже понятно, это видно и по возвратам билетов на те концерты, которые были проданы и перенесены сейчас на осень. В Молдавии есть, в Кишиневе есть четыре больших крупных мероприятия, которые перенесены на осень. Я периодически захожу, смотрю, как у коллег обстоят дела по продажам билетов, и видно, что все очень грустно. Люди не готовы сейчас даже рисковать и покупать билеты, потому что, наверное, не верят. Конечно, что будет, будет ли вторая волна. То, что говорят, будет ли эта вторая волна, не будет. Все люди вот это знают, все это слышали. Никто не знает, будет ли, но от этого все боятся. Никто никаких особых движений не делает. Поэтому мне кажется, что наш рынок полноценно оживет не раньше. Я могу сейчас кого-то напугать, кого-то разочаровать, но мое внутреннее ощущение, что мы начнем выдыхать и оживать не раньше осенью 2021 года. И опять-таки, будет другая проблема. Будет перенасыщен рынок. Потому что все мероприятия, которые сейчас отложены и перенесены, но у каждого из моих коллег были договоренности на 2020 год. Это правда. То есть у нас были проплаченные авансы, и у меня был один аванс крупный о концерте, которым я еще не заявляла, проплачен. У меня дата висит, и пока мы не знаем, когда это будет. Так вот, я так понимаю, что в момент, когда откроются концертные залы и разрешатся массовые мероприятия, будет огромный перебор предложений. А это значит, что мы, в принципе, ну, давайте по-честному сказать, что мы вытянем обязательства перед артистами. Мне кажется, что нет. Поэтому изменения будут очень серьезные. Пока артисты, вот на российский, я буквально даже сегодня разговаривала с одним из артистов, достаточно дорогим, привыкшим к тому, что его гонорар достаточно высок, идут на какие-то уступки, но еще психологически не готовы, что мир изменяется. Еще не так сильно меняют цены на гонорары. То есть пока гонора артистов не сильно повлияет, скажем так, на цену билетов в нашей стране. Как минимум еще потому, что мы единственная страна, которая оплачивает НДС за продажу билетов. Такого нет нигде. Сейчас многие артисты, они выступают на турбазах, которые также являются сейчас очень популярными. Насколько по-вашему это направление вообще перспективное? Я уже ответила, если наши артисты, они это делают для того, чтобы выжить. Понимаете, на сегодняшний момент каждый пытается просто выжить. Те компании, у которых большой штат, им не сложнее всего. А местный артист – это компания определенных творческих людей, которые сейчас на сегодняшний момент остались без работы. И когда откроются свадьбы, наши народные праздники, такие как Крещение, Куматрия. Никто не знает, это жить-то людям надо. Поэтому они и делают своими силами маленькие мероприятия, которые позволены в нашей стране. А вот если проводить какие-то там мини-литературные вечера, например, какие-то мини-тренинги, было ли у вас такое желание? Ну, опять-таки, у меня... Вот как организатор, да? Делает, моя коллега делает, но своими силами, потому что они зарекомендовали себя уже как частицы непосредственно, кто, в общем-то, и есть, скажем так, артист, на которого идут. Но в данном счете не артист, а человек, на которого идут, да? Были попытки сделать в каких-то ресторанах, да. Но, опять-таки, артиста зарубежного под 50 человек ты не привезешь. Это невозможно. Даже если это будет гонорарно, давайте, мы же все умеем считать. Даже это будет какой-то артист, который стоит 5 тысяч долларов, да, образно. Как ты эти 5 тысяч, это не считая билета, технической части, затраты, работы, рекламы и так далее. Но это превратится в 5 тысяч долларов, превратится в себестоимость мероприятия 10 тысяч. Ну вот как ты разделишь на 50? Нет у нас людей, которые будут платить за не самого дорогого артиста 200 долларов, чтобы посидеть на самом деле. У меня был опыт проведения квартирников два года назад. Я привозила замечательные группы на крышу одного из наших высотных зданий. Это были легендарные музыканты, такие как группа «Воскресенье», «Несчастный случай» Кортнев и Евгений Маргулис. Это очень сложно на 100 человек было продать. Там просто больше, чем 100 не помещалось. И, естественно, билеты были дорогие. Я сама для себя приняла решение, что вчинковые выделки не стоят. У нас не работают эти мини-форматы. Хотя по душе мне очень. Концертники идеально. Это было бы здорово. Но, опять-таки, формируется цена билета за счет стоимости всего мероприятия, в который входит гонорар, авиабилеты, аренда звука, света, площадки, реклама работников и так далее. Естественно, эта сумма превращается в совсем не маленькую, а разделили ее на 100 человек. А сейчас на 50. Мое мнение, я даже не лезу. То есть я занимаюсь сейчас силой танца и, в общем-то. Если говорить о вас, как у вас родилась вообще любовь к сцене, к артистам? Как все начиналось? У меня начиналось, потому что я всю жизнь была с музыкой. Мой папа очень любил музыку, такую сложную музыку. Мы жили в Казахстане, и мой папа слушал очень серьезные исполнители и зарубежные. И я привыкла к хорошему, качественному року. В общем-то, с этим так я и живу. Поэтому и артистов в основном привожу рок-музыканты. Это такие известные команды. Да и кузьмины, и ерунда. То есть то, что мне откликается. А как у меня началось? Это началось с проведения как раз-таки небольших мероприятий в одном из крупнейших столичных ресторанов. Эти мероприятия были на максимум 350-400 человек. И приезжали серьезные группы. Я считаю, что такая была серьезная. Моя первая победа, настоящая, большая, это был концерт группы «Дидюля» в ресторане «Охотничий двор». Это было первое такое мероприятие, которое было серьезным. Прилетает 19 человек. Это было здорово. Наверное, я идею с такими закрытыми мероприятиями, узкими, на небольшое количество людей, Я, наверное, первая, кто на самом деле все это пробовал. Пробовала еще в 2008-2009 году. Два года назад эти квартирники на крыше Кентмарда. Поэтому я четко понимаю, какие могут быть ошибки, какие сложности возникают. Поэтому я просто выжидаю окончания, объявления, скажем так, окончания военных действий. Это так для себя называю. И потом думаю, что я спокойно пережду какой-то перерыв. И даже те авансы, которые я уже успела проклатить артистам, я лучше перенесу даже на 2022 год, буду говорить откровенно, чем я залезу в кучу всего, что накопилось у всех организаторов незавершенных, невыполненных, неотыгранных концертов. Я думаю, что возвращаться в нашей сфере, действительно возвращаться к нормальной жизни дольше всех. А насколько вообще жесткая конкуренция в этой сфере? Можете ли вы сказать, что в условиях пандемии вы достаточно друг друга поддерживаете? Мы, ну как мы поддерживаем друг друга? Мы же, мы сочувствуем друг другу, скажем так. Да, то есть поддерживать, как поддерживать? У каждого своя, скажем так, сейчас беда. У кого она больше, у кого меньше. Мы пишем письма, мы подписываем петиции. Но, я же вам уже сказала, результата особого мы не добились. Мы в данной ситуации, это не жалость, да? Не то, что сказать, мы жалеем друг друга. Мы всегда переживаем друг другу. И каждый из нас понимает, кому сложнее. Я еще раз повторю, что я не самая пострадавшая в этой ситуации. Это правда. Потому что мое мероприятие, которое перенесено с 7 апреля на май, это я еще не знаю, на что надеялась. Сейчас оно объявлено на 20 октября. Это недорогой артист, это мой друг из Риги, писатель, великолепный юморист. Слава Се, два года назад мы делали, был аншлаг, замечательный артист. Он мой друг, поэтому с ним проблем не возникает. То есть просто Слава, ты все понимаешь? Да, я все понимаю. Мы ждем, мы ждем открытых дверей, возможности перелетов. А большие мероприятия, которые у меня были запланированы на 20-й год, я же сказала, небольшие авансы. Это не смертельная ситуация. Я не зашла в продажу с крупными артистами. Мои коллеги, конечно, пострадали больше. Я не могу называть имен, это некорректно будет. Работа вот с какими артистами вам запомнилась больше всего? Да, всех артистов, которых я привозила, я их выбираю опять-таки от сердца. Больше всего мне понравилось, ой, ну-ка, я не могу сказать, прям больше всего. Все разные. Мне безумно понравилось и интересно было работать с Наргизой, с ее командой. Она удивительная, эмоциональная, разная. Мы сдружились. Очень великолепна была работа с Лолитой. Это просто огромной души, интереснейший человек, с которым работать было одно удовольствие. Причем я работала с ней не с концертным агентством, с директором ее, а именно весь период подготовки концерта у нас была прямая личная сверка. Я Лолита. Поэтому у меня к ней особенное и трепетное чувство. Ну и вот последний концерт, который до пандемии, это был концерт группы Серега Сергея Галанина. Это, наверное, один из самых запоминающихся. Да, всех я их люблю, честно. И Арбенину, и Сурганову. А кого вы бы мечтали пригласить? Вот еще не было такой возможности, но если бы была бы, вы бы хоть завтра пригласили бы. Есть такая мечта, я не скажу, потому что приглашу. То есть верите, что если скажем, то все? А в нашей сфере невозможно не верить. Мы уже плюем на воду, смотрим на звезды, смотрим на гороскопы, на Луну. Можете ли вы сказать, что у вас есть в окружении артисты, да, зарубежные, с которыми вы познакомились благодаря сцене и поддерживаете вот связь постоянно? И вот какая у них там обстановка? Я поддерживаю связь с Наргиз, я поддерживаю связь с Светланой Сургановой и ее командой ребят. Я поддерживаю связь с Сергеем Балагиным и несколькими его музыкантами. Такая же, как и у нас, хотя в Крыму, например, выступления проходят, некоторые артисты туда едут. Как-то у них все вроде бы запрещено, но не запрещено. Давайте сейчас дополним предложение. Для меня сцена — это... Жизнь. Я там. Больше всего я благодарна жизни за то... Что мне попадаются замечательные люди на пути и все время открываются двери. Моя самая главная задача? Воспитать достойного ребенка и дать ей хороший путь в жизни. Ангелина, я благодарю вас за интервью. Желаю, чтобы все как можно быстрее закончилось. И ваша мечта, кстати, исполнилась, о которой вы не решились сказать, но надеюсь, что она исполнится. Исполнился, обещаю. Спасибо вам большое, Крым. Спасибо. Сегодня в гостях у передачи «Героя нашего времени» на Центральном телевидении и Археи ТВ был директор ивент-агентства Ангелина Жулева. Смотрите нас каждое воскресенье в 11.00 на Центральном телевидении и Археи ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова